Основная тема моей лица, если серьезная, это наука и культура Ближнего Востока в тот период, когда исламский мир, то есть молодой ислам, он был центром мировой культуры и цивилизации. То есть такой период был, и он совпал с ранними средневековыми и темными веками, которые были в Западной Европе. Для начала я хочу привести цитату французского монарха Герберта, который, как видите, делится радостью по поводу того, что Карл отвоевал Барселону, это Испания, у мусульман. И там теперь можно познакомиться с очень крутыми учеными и деятелями, и от них узнать каких-то классных вещей. Этот монарх Герберта – это уникальная личность, это человек, который учился в мусульманских школах, ему неоднократно подлагали, ну ты это, прими ислам, стань уже цивилизованным человеком, значит. Но он отказывался, и более того, он основал свою собственную школу уже в Европе, имеется в виду уже в католической Европе, разумеется. Основал свою собственную школу, приобрел огромное количество книг в иммиотеках исламских, воспитал, так скажем, одного короля Франции, сделал, Роберта Второго, и воспитал одного правителя греко-юзской империи. То есть, более того, сам этот товарищ Герберт, он стал папой римским сельвестом вторым. То есть, человек, который учился в мусульманской школе, он взял и стал папой римским. Поскольку Герберт, будучи хитрым товарищем, он использовал вместо римских цифр, использовал арабские цифры, умел считать с помощью абака и прочих вещей, его обвиняли, ну, как минимум, в связи с Льявовым, это реальная современниковая гравюра на тему, то есть, что, ну, как же так, не может человек как быстро считать, но он всяко связался с нечистой силой. А в реальности он выглядел примерно вот так, что замечательный такой человек, уникальная личность. Что привело к тому, что Западная Европа, то есть, которая, ну, сейчас вполне объективно считается, ну, даже не столько сейчас, сколько вот именно получается по возрождению и далее по реальным центрам цивилизации, науки и культуры всего мира, она училась у мусульман, которые сейчас, ну, ближневосточные мусульмане, они не могут являться, скажем так, научным и культурным ориентированным. Как так случилось? Случилось это просто. Была такая, ну, для начала посмотрим, что такое у нас ближний восток. Ближним востоком считается, есть два понятия, большой ближний восток и просто обычный ближний восток. Мы будем рассматривать большой ближний восток, в который входит добрая часть Африки еще. То есть, темным цветом показан ближний восток стандартным его пониманием. Как так случилось, что у нас все у ислама, так сказать, получилось? Было такое государство, как Арабский халифат. Ну, халифат в хорошем смысле слова. У него была очень бурная история. По сути, за 150 лет он из этой вот маленькой регионы в нынешней Саводовской Арабии разросся до размеров фактически сопоставимых с Римской империей. Не считая вот этой вот зеленой части, которая принадлежала империи византийской уже. То есть, халифат имел несколько периодов развития, и о них можно сказать следующее. То есть, у него были основные периоды. Это у нас пророк Мухаммед, то есть как основатель ислама, это реальная историческая личность. После его смерти была, по сути, одна династия, потом эта династия в скором времени сменилась на другую. И эта смена на, ну, 200 по годам совпала с первым расколом в исламе. Это именно раскол на сунитов и шиитов, которые до сих пор, так скажем, аукраются, как всем прекрасно известно. И так далее, и так далее, и так далее. Ключевым отличием этого арабского халифата от завоеваний, которые происходили до этого. Успешные завоевания и разрастания империи происходили регулярно, но обычно это не приводило ни к чему хорошему. Отличие в том, что арабский халифат был, по сути, религиозным государством, который очень эффективно поглощал и ассимилировал другие культуры государства. То есть, по сути, изначально ислам в его исполнении пророка Мухаммедова опирался на достаточно нищие, не очень культурные народы и не очень культурные свои населения. Но очень быстро они поглотили и Персию, и отхватили добрый кусок от Византийской империи, в частности, Сирию и Египет, который тоже принадлежал ей Византийской империи. Они его поглотили, ассимилировали, и ассимиляция происходила на всех уровнях, в том числе и на научном, и на культурном, и на религиозном тоже. Потому что ислам и исламская культура являются сплавом целой пульчиковой культур, которые были на территории Нижнего Востока. Одним из таких важных достижений, я бы сказал, являлась веротерпимость. То есть, если, условно говоря, вашу страну заплатил арабский халипат, ну, где-то в этих семисотых годах, у вас есть два выбора. Если вы христианин или иудей, ну, вы платите особенный налог, и вас не трогают, вас считают людьми книги, то есть, Бог едино, а то, что вы его там по-другому называете, это не принципиально. А если у вас вы язычник, у вас выбора два – либо принять ислам, либо умереть. Язычникам, собственно, халифаты ислам не терпел. При этом надо отметить, конечно же, поглощение чужих культур, чужих государств не являлось чем-то идеальным. Разумеется, были стандартные, я бы сказал, средневековые звезды, которые до сих пор продолжаются, и прочие эксцессы. И, в принципе, можно сказать, что уровень культуры у поглощенных стран, он падал. То есть, ну, война, она вообще ни к чему хорошему обычно не приводит к плану культуры. Но сам по себе халифат арабский, он обогащался, и со временем он поглотил в себе достаточно культуры, науки и прочих вещей, чтобы стать действительно эффективным с этой точки зрения государством. Еще одной важной, очень важной особенностью является язык. Арабский язык стал для стран арабского халифата, по сути, тем же самым, чем являлась латынь для Западной Европы. То есть, это был язык богословов и был язык науки. Потому что Коран был написан на арабском, и на арабском уже читались молитвы. То есть, если ты грамотный человек, ты знаешь арабский язык. Соответственно, на всей этой территории, которая отмечена здесь, ну, не считая за 11-й империи, практически все ученые, все политические и религиозные деятели, они знали арабский язык. Это послужило очень хорошим поводом для распространения текстов, в том числе научных, именно которые были переведены на арабский язык. Первое главное достижение, которым мы все пользуемся каждый день, это арабские цифры. Ну, на самом деле, это индийские цифры, так как изобрели их в Индии в 5-м веке нашей эры. Но именно благодаря арабским ученым и арабским переводчикам их индийские трактаты оппозиционной системы исчисления дошли до, ну, получается, и до арабского мира, и до Западной Европы. И в чем основной смысл оппозиционной системы исчисления? Мы, имея всего 10 цифр, можем очень легко и быстро записывать любые числа, включая очень большие, очень легко проделать с ними операции. То есть не требуется каких-то дополнений, ну, то есть все мы умеем складывать и нажать с того же. Фундаментом для этого было изобретение нуля и, собственно, изобретение оппозиционной системы исчислений. Это все сделали в Индии. Однако арабские ученые, то есть в первую очередь это будут аль-карезмы, они перевели индийские трактаты и, скажем так, подарили их миру. Что примечательно, хотя самая вот эта оппозиционная система исчисления десятичная, она была исключена в V веке, по арабскому миру она по-нормальному распространилась где-то по XIX веке, а в Европе она была окончательно принята где-то в XVI. То есть это вот такая достаточно большая, большая была проблема, так скажем. То есть даже в некоторых европейских странах были даже запреты на использование арабских чисел. То есть, но которые быстренько потеряли свою силу из-за того, что арабскими числами очень эффективно пользовались купцы, торговцы, то есть двигатели экономики. И понятно, что кошельки они как-то лучше, чем какие-то религиозные запреты. Собственно, вот этот главный труд, сейчас я его зачитаю. Китаб Аль-Джебр Бааль-Ба-Ба-Ва за авторством Мухаммад Ибн Аль-Хареза. Это один из величайших на самом деле трубов, который пророжил начало и фундамент тому, что мы называем алгебрами. Собственно, алгебра это что? Это вот этот Аль-Джебр, то есть это слово арабском происхождении. И оно увековечено именно то, чем уничтожит всех праворокурсников любого университета. В этом труде Аль-Хареза объединил ключевые индийские труды, включая позиционную систему исчисления и решение простых квадратных уравнений. Надо отметить, что тогда не было такого понятия, как отрицательные числа. И классификация квадратных уравнений у Аль-Хареза делилась аж на 6 пунктов. И эти 6 пунктов были вызваны тем, чтобы в каждой части уравнения стояли положительные коэффициенты. Еще одним важным достижением Аль-Хареза является то, что он сформулировал правила переноса через знак равенства. То есть, как мы переносим отличные уравнения через знак равенства со знака минус, он, по сути, эти правила впервые оформил. И более того, в этом труде изложены не только какие-то фундаментальные основы, но использование этих уравнений в практических задачах. Рытье каналов или построение армии. То есть, это тоже серьезный труд по прикладной математике. Собственно говоря, в Европе этот труд тоже сделал определенную революцию, то есть уже переведенный на воды. И, собственно, он послужил распространением арабских чисел в Европе. А сама фамилия Аль-Хареза стала словом алгоритмов, которые мы, опять-таки, используем до сих пор. То есть алгоритм – это, на самом деле, арабское слово. Это имя арабского ученого. Так, поехали дальше. В 762 году н.э. Калифат достаточно сильно разросся, и возникла необходимость переместить столицу. До этого, насколько я помню, столицей был Дамаск. А новая столица должна была стать восточнее немножко. И она была названа Багдад. По сути, это переводится как «Дар Бога». Планировалось, что это будут… По сути, за сто лет население этого города с нуля вырос до миллиона человек. Это, еще раз на минуточку, это восьмой век нашей эры. То есть миллион человек – это была численность такого большого государства. А это тут один город, по сути. А сейчас, кстати, в Багдаде 6 миллионов человек живет. Этот стал новой столицей этого государства. Почему я назвал ее «Новой Александрией»? Потому что это была столица, в которую массово сводились и библиотеки, и ученые создавались университеты, обогащалась культура, и это становилось политическим и религиозным центром мира на достаточно долгий период. Собственно, к сожалению, сегодня Багдад в общем-то ни с наукой, ни с культурой не ассоциируется. К сожалению. Ну, всем известный персонаж, наверное, все мы знаем такого знаменитого ученого, как Амар Хайям. В нем, в частности, когда я в детстве читал книжки по истории математики, там была написана история о том, что человек искал Амара Хайяма, и ему его спрашивают, тебе нужен философ Амар Хайям, математик Амар Хайям, или теолог, или богослов Амар Хайям. И герой книги с удивлением узнал, что это все один и тот же человек. Большинство ученых того времени сочетали в себе большое количество наук, поскольку объем научных знаний не такой большой, как сейчас. Поэтому философ мог быть на досуге математикам, а если математика надоела, он занимался астрономией. Собственно говоря, Амар Хайям – один из тех ученых, который безуспешно пытался доказать пятый пустоватый глид, это вот аппараллельных прямых. Поскольку у него это не получилось, он сочинял очень грустные стихи Рубаи, четырех раз тише, у него это философская характера. Более того, он составлял таблицу синусов, что само по себе достаточно серьезно, и, в общем-то, занимался проблемами астрономии и философии. У самого слова «синус» тоже арабское на самом деле происхождение, потому что изначально Альхорезме, определяя «синус», назвало бы очень-очень красиво – это была тетива Лука, то есть, по сути, дуга, вернее, не дуга, а хорда, стягивающая дугу окружности. Ну, то есть, вот у нас окружность, вот у нас хорда – это все похоже на лук. Но в арабском языке нет гласных, ну, по крайней мере, в той версии арабского языка гласных не было. Гласными являлись какие-то значки, закорючки, типа вот апострах, вот кавычках, которые были утрачены, так скажем, европейскими переводчиками, и они перевели это слово как, если не ошибаюсь, то ли водка, то ли там что-то, то ли как-то еще у тебя… Бухта. Что? Бухта морская. А, да, бухта, бухта, морская бухта. И уже, поскольку перевод утратился, они перевели бухту, уже арабскую бухту, перевели на латинский синус, и так синусом мы пользуемся до сих пор. То есть, то, что стало изначально было тетивой Лука, стало у нас бухтой. Ну, такие превратности переводят. А вы еще на Google Transly, пожалуйста. Как известно, ислам, ну, по крайней мере, такой фундаментальный ислам, он запрещает изображение людей. То есть, это при… Ну, считается это его поклонничеством, даже есть такие слова, что в конце света самое лучшее наказание ждет художников. Но, разумеется, художники, которые были и в самом халифате, и, скажем так, были в странах, которые были подмощены халифатом, ну, они нашли быстренькое такое оперативное решение в виде орнамента. Точнее, в виде арабеса. То есть, это очень сложные рисунки, которые основным своим мотивом имеют растительные геометрические формы. Они раскрашены, они могут быть как орнаментом именно нарисованным, так и могут быть и вырезаны из камня. То есть, можно прекрасно посмотреть, насколько сложная структура вот этих всех объектов, и насколько она обогащает, в общем-то, культурный мир человечества. То есть, это вот было немного изобретение арабского халифата и арабской культуры и науки. Собственно говоря, многие из этих прессов, или не прессов, а именно арабесах, они имеют место, например, в Испании. Испания была часть арабского халифата. То есть, в памятниках архитектуры Испании вот такие вот мотивы, они встречаются регулярно. Ну, более того, они встречаются и в других соседствующих странах. Ну, и как объект культуры он, понятно, экспортировался, экспортировался не как товар, конечно, а как способ реализации в другие страны тоже. В общем, есть такой вот замечательный ученый, и опять-таки, давайте я не буду его зачитывать, да. По-европейски он был известен как Аль-Хазан. Это человек, который перевернул, так скажем так, свет вверх дном. У него ключевым его трудом были трактаты по оптике. То есть, изучение, распространение света, изучение зрения человека. То есть, это все было скомпоновано в одну науку. Разумеется, не он первые там некоторые идеи свои предложил, но один из первых, кто это очень документально и подробно описал. Ключевая идея его была в том, что это не глаз щупает, скажем так, окружающее пространство какими-то лучами, а наоборот, лучи из пространства отворожаются от объектов и попадают в глаз. Сегодня это, конечно, звучит, ну, ничего себе открытие сделал человек, да. То есть, мы это обычно узнаем в первом классе, а тогда, поскольку не было, ну, скажем так, так как и пустолян в равновой теории света никто, наверное, не знал тогда, тогда это было вполне себе серьезным открытием, вполне себе серьезным достижением. Более того, он занимался задачами квадратового круга, исчислением объема шаров, то есть вот эти вот все вещи. Более того, он пытался доказать, что, например, среди фигур с одинаковым периметром наибольшую площадь имеет круг, а тела с одинаковой площадью среди них наибольший объем имеет шар. То есть вот эту вот задачу он пытался решить и, в принципе, решал их с переменным успехом. Архитектура Ближнего Востока, она тоже, скажем так, была заимствована, в том числе, и из Взантийской империи, и из персидских построек, то есть персидную Персию, то есть то, что сейчас является Ираном, Халифат захватил буквально в первые десятилетия своего существования. И, скажем так, во многом архитектура Халифата была ответом на величественное строение, которое строила Византийская империя. То есть вот, по сути, Восточная Византийская империя. И, скажем так, вот эта вот мечель в Дамаске 8 века нашей эры, она действительно впечатляет. Ну, особенно на фоне, так это, романского стиля европейских построек. То есть, если вот, если вот так вот посмотреть, да, и если кто-нибудь помнит архитектуру, романский стиль, это вот такие, ну, архитектура баракка, баракка, это от слова баракка. Это такая, огромные толстые стены, огромные маленькие окошки и так далее. Ну, очень крепкая, даже хасада, но не очень красивая. То есть, до готического стиля было еще очень и очень легко. А вторая фотография, это Альгамбра, это Испания. То есть, это сооружение построено в Испании, оно строилось на протяжении нескольких столетий. То есть, его начинали, по сути, арабы, достраивали уже европейцы, отраивавшие этого арабов, потом достраивали другие европейцы, отраивавшие этого у первых европейцев и так далее, и так далее, и так далее. То есть, сооружение частично взорвалось вот только наполеоновских войн, ну, тоже вынервного неоднократного сада, но, тем не менее, прекрасно видно, что это именно восточная культура. И, скажем так, глядя на эту фотографию, ну, никак не скажут, что это испанское сооружение. Еще один ученый, имя которого я не буду называть, в Европе его называют Амицерой, это известнейший медик. То есть, это человек, который подарил миру огромное количество медицинских трактатов, главным из которых является, по сути, пятитомник канон врачебной науки. Китаб ан канун фитит. Кстати говоря, заметили, заметили, канон и канун тоже. Канон – это слово арабского происхождения, которое стало, ну, не только в наш язык внедрилось, но внедрилось, разумеется, и в язык европейский. Помимо этого, он в этом друде, он классифицировал огромное количество болезней, выделил две с половиной тысячи лекарственных средств, из которых где-то полторы тысячи были растительного происхождения. То есть, представляете, какая работа, да? Классифицировать это все, это изучать. У него была очень интересная биография, то есть, он лечил, получав власть, поскольку он получил власть, у него завелись враги, на него доносили, его там изгоняли, когда правитель Боя сильно заболевал, его изгонанного искали и срочно велик правителя его лечить. То есть, ну, такая, как бы, достаточно типичная история, я бы сказал, для тех времен. Помимо этого, он сделал еще следующие трактаты. Это лекарственные средства, там, поэма о медицине, он сочинял стихи. Трактат о пульсе, ну, и этот трактат о сексуальной сиде, то есть, проблемы были вполне-то были и тогда с этим вопросом. И даже есть трактат о цепории и трактат о уксусе меде, то есть, о смесях уксуса и меда, которые можно использовать в лечебных целях. То есть, сам по себе он является автором огромного количества книг. До нас, к сожалению, дошли далеко не все. То есть, часть была там сожжена, часть была утеряна. Ну, и есть какие-то там, я не знаю, есть ли вообще сейчас оригиналы или трудов, но был такой вот замечательный ученый, который волнованно ассоциируется вообще с медициной и с медицинской наукой. Ну, к слову говоря, это было опять-таки в эпоху, когда в Европе было три способа лечения. Первое – это квэроупускание, второе – это молитва, и третье – это медленно палоски на кладбище. То есть, ну, чтобы не создавать память. Одним из наследий исламского мира является университет Палька-Руини. Это университет, старейшее действующее учебное заявление в мире. То есть, он, разумеется, не является самым старым университетом в мире. Он не является, там, с каким-то самым известным, но он является университетом, который действует до сих пор. И даже других таких заведений учебных нет. То есть, как видите, он работает уже сколько? Он работает… Тысячу лет. Ну, да. То есть, он работает больше, там, по три тысячи сто лет. И, что примечательно, этот университет основала женщина. Дочка купца, которая хотела таким образом увековечить память о своем отце. В этом университете, опять-таки, надо понимать, все университеты, они привлекали в первую очередь… Во всех университетах мира в первую очередь изучалась такая штука, как богословие. Но для того, чтобы изучать богословие, нужно быть как минимум грамотным. Во вторых, надо опираться, скажем так, для того, чтобы, например, найти направление на нефу, ну, куда молиться. Надо знать астрономию. Для того, чтобы знать астрономию, надо знать математику и геометрию. И так вот тихонечко это все подтягивается, подтягивается, подтягивается и становится сложным, сложным, сложным. Университет есть не до сих пор, а студенческая форма феста, поскольку он находится в городе Фест, это Марокко, она до сих пор используется не как студенческая форма, а как военная форма, ну или как сувенир. То есть, по сути, это была первая статическая форма в мире, феста. Ну, собственно говоря, все хорошее когда-нибудь заканчивается, то есть даже вот эта вот рефицина, наверное, когда-нибудь закончится. И исламский мир, в общем-то, он, несмотря на его великие достижения, он пришел к упадку. Этому послужило множество причин, включая и крестовые походы, которые не лучшим образом отозвались на здоровье хлифата, и внутренние дрязги, не последними из которых являются эти дрязги между шиитами и суннитами. И, собственно говоря, поскольку халифы так постепенно утрачивали власть, они все больше стали опираться на религиозных фанатиков. В частности, в ту эпоху, когда жили вот эти вот замечательные ученые типа Хаяма и так далее, Багдад уже был, по сути, исламистским. То есть, там уже были гонения на открытые гонения на ученых, в то время как на окраинах, в халифатах все еще было, скажем так, мультикультурно и мультихорошо. Ну, наверное, мы на этом закончим, и я с удовольствием не слышу вашего вопроса. АПЛОДИСМЕНТЫ